здравствуйте как у вас как у вас вообще не пока неудачно пока неудачно у вас есть наушники спасибо спасибо у вас на хороший микрофон давайте попробовать попробую вот да вот гораздо гораздо лучше спасибо огромное спасибо огромное что обсудим что обсудим я не знаю вот вся такая знаменательная дата была или день послания наверное для вас это знаменательно потому что он в этот раз он в общем то так лояльно обо всем говорил больше ну я сказал да так он что меня поразило он пообещал всем райок двадцать девятом году да все время фигурировал почему-то до этого двадцать восьмый год а теперь он все на двадцать девятый почему-то перенес не понимаю почему перенес наступление рая всех газифицируем все россию нельзя газифицировать принципиально невозможно конечно конечно вы представляете себе такая площадь я конечно же утрирую но он там поставил задачу такую что это государство должно к участку подвести а до этого вопрос так не стоял ну потому что у нас государство не владеет это же компания они акционерные общества понимаете государство там только долю имеет коммерческая организация нельзя диктовать условия было но сейчас вот он сейчас вот он старается видимо видимо теперь уже можно видимо теперь уже ну да не ну когда все хорошо когда внешний рынок позволяет а сейчас же давление идет на россию потеряешь потеряешь рынок куда потом газ она хотя бы внутренние потребления тоже очень существенно она же она большая она же она большая так года вы уже сейчас уже сейчас все во сибири 2 еще не начали уже и мимо красноярска пролетает эта труба смысле пролетает она под землей закопана я же образно говорю она как-то мимо проходит красная конечно мимо вы представляете магистральный газопровод его же не надо через сентргород ну да ну я вчера с парнем разговаривал с красноярска они как утопали в дыму и смогах так и утопают ну вот трубу протянут если она действительно там пройдет если еще нет ну да ну понимаете оно так работает я о том что я о том что он пораздавал всем сестрам по серьгам а раньше он в основном напирал на внешнюю политику а то ты вы не 사и политики ну она внешней политики не кончается вы же видели аналита она в von конечном если с партнерами разговаривать ничего или не с кем разговаривать кто там куда дальше что там ловить что там ловить ну да везде нахрен послали везде послали везде послали просто вот вы мне скажите какие есть друзья у р.ф. армия флот и вкс и вкс о старые забылистины россиян не значит что они плохие да еще при царской россии было сказано и чистая правда да 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 это правда послушайте на этот раз президент всей галактики почему-то не показывал мультики о сверхоружии зачем зачем цель прошлых мультиков было достигнута мультиков было достигнута так что зачем теперь новые показывать чтобы что сначала старые мультики отыграть старые мультики следующий пока нет да пусть у в конце концов покажите это оружие кому кому Миру? Вы же миру угрожаете Никто никому не угрожает На Флориде Вы же мультикам на Флориду Отправляли там Ничего подобного Там просто был какой-то Условный шарик, на котором что-то летало Никакой Флориды там не было Как и России Просто какие-то Континенты Это понимаете Это американцам Которые видят в нас врагов И естественно хочется В таких мультиках видеть себя Как жертву Ну они так себя воспринимают Жертва агрессия России Поэтому естественно они увидели там Флориду Был бы это Китай Они бы увидели там какой-нибудь китайский полос И запустили мультик Мультик оказался крайне эффективным Вы с этим не согласны? Ну да, все посмеялись Ну как посмеялись После этого мультика Соединенные Штаты на 10 и на 15 процентов Военный бюджет подняли То есть результат-то классный 2 тысячи долларов на мультик И 50 миллиардов долларов В военный бюджет И вы истощили И вы истощили Проклятых пиндосов, да? Нет, они сами себя Нет, если деньги Они же как Они же ниоткуда не берутся И никуда не исчезают Правда? Никуда не исчезают Правда? Если где-то их Забрали То где-то их Забрали То где-то их Это само Короче Американцы Подняли Пенсионный Возраст Американцы Ухудшили Жизнь Своих Граждан Да? Что что вы говорите? У них ВВП У них ВВП Упал Не надо Не надо Правого ВВП Я вам рекомендую Правого ВВП Не надо Не надо Не надо Потому что Вам хвастать нечем Не надо Потому что Вы даже не представляете себе Что это такое Даже в общей чертах По этой причине Не надо Потому что Если я задам вопрос То вы не ответите Сто процентов Объясните мне Непонятливому Объясните мне Непонятливому Мне вряд ли получится Доступно Объясните Вы знаете Что такое ВВП? Хотя бы В общей чертах Хотя бы Выставляете Имейте Представляете Да А как считается ВВП Хотя бы Имейте Представление В общей чертах Это Общая сумма Произведенных Товаров И услуг Так И как это считается Как посчитать И как это считается Как посчитать Ну Например У французов Даже считали Когда-то Услугой проституток И сейчас тоже считают В Голландии И что? И что? Вот если У вас есть Проститутки в стране? У вас есть Проститутки в стране? Нелегальные Да Ну да У нас тоже есть Тоже нелегальные У нас тоже есть Как вы думаете Они ВВП Наращиваются? Они ВВП Наращивают? Ну Если они Нелегальные Это только Косвенным образом А посчитать Это можно? А посчитать Это можно? Можно только Предположить Вот Вот это то О чем я вам Только что сказал О чем невозможно С толком Посчитать Можно Поэтому Про ВВП Я предлагаю Не надо Ладно Не будем спорить Ну согласитесь В вашей стране Точно так же Наркотики запрещены Правда Наркотики запрещены Каннабис там Всякий Пока что У нас тоже самое А в США Они разрешены У нас уже разрешены Соболезную Медицинская Только Да Знаете Какая разница Да Знаете Какая разница Это все Сказки Голландцев Что люди Которые принимают Легкие наркотики Так называемые Вот эти каннабисы Что они Типа потом Не пересаживаются На тяжелые Это не так Это не так Нет Разрешены Медицинские препараты С содержанием каннабиса Ну я понимаю Я и говорю В Соединенных Штатах После того Как все это Произошло У них теперь Следующая проблема У них Как там Каннабиоидная Зависимость Огромная В стране То есть там Чуть ли не 100 миллионов людей Беспрерывно сидят На боли утоляющих Содержащих наркотики И эта проблема Масштаб Практически Как наркомания В России У нас наркоманы Они вне закона А там люди Получают наркотики Законно Целая отрасль Медицинская Это производство Наркотиков Для широких масс Поэтому Разве у вас нет Замесительной Медицины Болиативная Медицина Есть Но она Такая Слабая Честно Скажу Это большая проблема Для людей Создавающих Болями Для наркоманов Для наркоманов Я не знаю Я вообще Не представляю себе По-моему Наркоманы Вылечить Невозможные Ну на мой Субтитры Драмадол Им дают Их могут снимать С зависимости Но вылечить Его нельзя Это мое Субъективное Медицина Есть у вас такое Что наркоманам Я не знаю Я не врач Без понятия Честно скажу Не знаю Че не знаю Того не знаю Не врач Наверное У нас такая Программа есть Ну и как Работает 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 Меньше становится Наркоманом Скажите Не знаю Потому что Вы наверняка Не знаете Меньше последствий Потому что Наркомания Которая Использует Шприц Она же Опасна тем Что переносит Опасную болезнь Понятно Да Этим ребятам Он пришел Утром Таблетку Глотнул И ушел Ну В любом случае Если Больных Меньше Не становится Значит Лечение Не работает Я так скажу Да Что еще Обсудим Ну То что У вас Наступает Рай Я так Понимаю В этом Ладно Я просто Не понял Я просто Говорит И наступает Рай Что такого Он прям Так и сказал Мы построим Рай на земле Нет Он так Все Пообещал И Предпринимателям Дадим Денег И детям И школьникам Дадим Денег Школьникам Уже дважды Давали Это третий Сомневаться Что дадут Не Послушайте Предпринимателям Дадим Денег Кредиты Погасим Ну и что Что здесь Сложного Это же в его руках Дороги построим Ну он про дороги Не говорил Он про дороги Не говорил Как же не говорил Нет Он про конкретную Дорогу сказал Которая Москва Екатеринбург Через Казань Через Казань До Урала Это Это одна Дорога Которую он сказал Что надо Построить Там рядом С ними Инфраструктуру Чтобы Поезда Не пролетали Мимо А еще Он сказал Об одной Дороге Об Енисею Ну это Я не помню Это я не все Целиком Не смотрел Непонятно Что там возить А еще Говорил о Северном Морском пути Да Хороший Тоже туда Непонятно Что будут возить Короче По Северному Морском пути Вам непонятно Ну как говорят Эксперты Которые Без Инфраструктуры Там делать Нечего Потому что Во-первых Это Временный Путь Он Сезонно Зависимый Вот для этого Строятся Ледоколы А во-вторых Китай не настолько Глуп Чтобы свои товары Направлять Через Россию Полностью Так а и не надо Полностью Ну потому Потому Это все Будет Пшик Просто Напросто Ну слушайте Ну слушайте Когда-то думали Что и про каналы Все это Пшики будут Понимаете А сейчас В Египте Второй Отстроили Рульки Тоже хотят Еще один Проложить Черное море Пути доставки Товаров Это Логистика Это сейчас Один из Столков Мировой Экономики Дополнительный путь Который Короче Уже Существующих Понимаете На 30% Это Ну существенное Где нету Рисков Каких-нибудь Пиратов И так далее Максимум Белые медведи Но они на корабль Не полезут Но они на корабль Не полезут Поэтому Ну как бы Есть что Да нам и самим На самом деле У нас же Под боком Энергодефицитная Энергодефицитная Как она называется Так она называется Ну Азия Наверное Азия Наверное Япония Корея Корея Индия Всем нужны ресурсы Ну и какие же Вы ресурсы Будете поставлять Через Северный Морской Путь Ну там все От угля Через газ Лес Пожалуйста До газа Еще надо Добыть Но он там Добывается Это И нефть Которая Там поближе А у вас Технологии Нет Ну здрасте Знаете Это вам навешали Что технологии нет Здрасте Откуда по вашему Начинается Газопровод Который через Украину Идет Уренгой Помары Я знаю Откуда Вот оттуда И начинается Оттуда Где мы его Построили Украинцы Татары И азербайджанцы Ну это понятно В жопе Были Понятно Ну это понятно Это дело такое А так возить Есть что Главное Чтобы были Ребята Извините Вы якобы Вы якобы Я вижу Образованный человек Но я вам так скажу Ребята Вы тупоголовые И рука с жопой У вас Просто аргументы Закончились что ли Ну вот так вот оно Обычный был